Всем привет! Немного хочу сегодня поговорить о музыке, в частности, о группе кино. Я ее очень любил в свое время и до сих пор являюсь поклонником творчества этой группы спустя многие годы. И хочу сказать, что, в принципе, я видел на ютюбе уже очень много разных интервью с Цоем и с другими участниками группы. Но сегодня, как ни странно, 30 лет спустя после гибели Цоя я наткнулся на какую-то передачу на ютюбе, где интервьюировали Рашида Нугманова, Цоя и Петю Мамонова. Это интервью происходило, насколько я понял, до окончательной... до того, как закончили снимать фильм «Игла». И там задавались разные вопросы. Ну, я сейчас не хочу вдаваться в подробности, я хочу как бы остановиться на одном маленьком моменте. Этот момент был связан с тем, что показали клип группы кино, песня-фильмы с альбома «Ночь». Кстати, альбом «Ночь» — это, наверное, ну, если это не самый мой любимый альбом, хотя я думаю, что по ассоциациям и по музыкальным аранжировкам это мой самый любимый альбом, потому что именно эта пластинка была выпущена в Союзе. Единственная пластинка группы кино, которая была выпущена в Союзе, единственный альбом, скажем так, который был выпущен фирмой «Мелодия» в Советском Союзе. Этот альбом у меня был, я его заслушал до дыр. По ассоциациям это мой действительно самый любимый альбом, а по аранжировкам, я думаю, и по звуку, я думаю, что тоже, потому что он и одновременно живой, он резкий одновременно в каких-то моментах, он и в то же время не настолько лирический, и в то же время он, да, лирический. Вот, и там присутствуют, насколько мне кажется, все элементы такие вот, и любовь, и такой панк-рок, и просто вот хорошая, как бы энергичная музыка с хорошими гитарными аранжировками, саксофон. Ну, короче, и барабаны там не как вот в группе «Крови» или вот в последующих альбомах, вот эти выраженные электронные барабаны, а там такой достаточно живой барабан, хотя, ну, скажем так, не живой, он тоже электронный, но он не такой звук имеет. Ну, короче, он мне больше подходит для моих ушей, скажем так, да, это мой любимый альбом. Короче, возвращаемся к передаче. Песня, фильмы показали, и корреспондент задал Цою вопрос. Вот я буду сейчас очень въедливый, и я буду, скажем так, на стороне критиканов, он назвался не критиков, а критиканов, ну, это такие отрицательные критики, вот, и я буду таким отрицательным сейчас критиканом, и положительным нельзя быть, и задам такой въедливый вопрос. Вот, что вы хотели сказать этой песней, фильмы? И вообще, что это вообще там за музыку? Ты так любишь эти фильмы? Как бы, что это вообще такое? Как бы, вообще, это не искусство. Вот, на что, как бы, то есть, в этом вопросе одновременно была такая, может быть, чуть-чуть юмор, потому что он поставился на место критиканов, но, с другой стороны, я так понимаю, что этот вопрос хотел быть там, на этом месте, в этом интервью, и он был задан. На самом деле, я не люблю такие вопросы, потому что, типа, вопросы, подобные этому, что вы хотели сказать этой песне, они абсолютно, как бы, идиотские, и они, на мой взгляд, относятся к разряду просто какого-то звука, который должен заполнить какое-то эфирное время, вот и все, потянуть, скажем так. Потому что человек, который знает русский язык, и песня была на русском, какой смысл спрашивать, что человек хотел сказать тем или иным произведениям, неважно, каким, стихом, песней, да даже фильмом, вы сами думаете, у вас должны быть мозги на плечах, тем более, что я вообще не понимаю. А тут, как бы, все понятно, в песне, в фильме, мне, например, все понятно, о чем эта песня, и почему надо обязательно искать какой-то контекст, не какой-то скрытый. Вот это абсолютное лишнее. Но, опять же, и Цой. Цой сказал такую вещь. Да, я согласен, что эта песня не имеет никакого отношения к искусству, и вообще весь альбом, видимо, довольно-таки далек от искусства. И сделана эта была песня только лишь для того, потому что он хотел иметь какой-то повод и вылезти на советское телевидение, показаться публике, чтобы его узнали и тому подобное. И тут я вынужден с Цой мне согласиться. Потому что что значит вообще быть далеким от искусства? Или не быть искусством вообще? Все, что созидается, на мой взгляд, это и есть искусство. Ну, значит, это не искусство. Это что, каждый человек может взять, пойти написать такую песню? Да иди, напиши такую песню. Я понимаю, что она может быть в музыкальном отношении, в каких-то там сейчас мне могут раскритиковать кто-то за то, что я говорю. Ну, в принципе, какие-то музыканты, они могут сказать, да, это играть там на простых аккордах, там всего ограниченное количество аккордов, это сыграть очень просто, и это абсолютно не важно. Сложность композиции не говорит о ее качестве. Можно сыграть на трех аккордах, но это будет настолько гармонично, настолько приятно звучанию, что настолько приятно человеческому уху, что это абсолютно не важно, сколько там аккорда вообще. Да, она просто звучит, да, она легкая, да, там нет никакой сложной рифмы, но это искусство, ее сделали, ее сочинили, ее сыграли, ее аранжировали, причем очень даже неплохо ее записали, очень даже неплохо для того времени. Поэтому я вот хотел как бы поставить эту точку как бы в этом разговоре и сказать, что я не согласен с Суэм. Эта песня, этот альбом и вообще все, что они делали, это искусство. Оно, может быть, отличается от искусства какого-то другого автора, но это настоящее искусство. И поэтому, ну, я просто вот так хотел на эту тему обсудить как бы и поговорить, она меня как-то задела. Вот. И вообще как-то странно, что я это интервью ни разу не видел. Ну, так было приятно посмотреть, я, может быть, даже скину линк и покажу. Ну, в принципе, я не знаю, кто со мной согласен, кто со мной не согласен, я бы хотел знать мнение. Но это искусство, ЦОИ искусство, и уже сам факт того, что спустя, 30 лет спустя после его гибели, его музыка живет, и, на мой взгляд, она отлично звучит и сегодня, это уже показатель. Это уже показатель. И я очень благодарен тому времени и той атмосфере, потому что это отдельная страница в моей жизни, ее уже не вернешь, но она очень тесно сплетена с сегодняшним днем. Я признателен и благодарен, что я через это прошел. Всего доброго. До встречи.